Всем привет! Напоминаю, каждый, кто внесет донат по ссылке на экране или оформит спонсорскую подписку на этом канале, попадет в начало следующего видео. Сегодня я говорю спасибо зрителям Алексея Тереза, Вилайтс, Питтихэдж, Артем Шойму, Тимофей Джаггернаут, Данил Суслов, Шумеру, Слип, ОКТВ.РУ, Майка, Амурчанин Юрий, Проджект Нельсон, Марк Шварцкоп, Ваваса Дивас, Капитан Дорнан, Биг Тайм Эксперт, Трикстер. А также ИТА-178, Хайрс, Дизонос и Я Хочу Пыцы. А теперь перейдем к видео. На моем канале уже очень много самых разных видео, посвященных различным героям игр серии Fallout. Зачастую мы говорим о самых ярких или просто самых крутых персонажах, вроде того же Гарольда или Создателя. Но сегодня я бы хотел поговорить с вами немного о другой стороне Фоллыча. Есть в ней не только самые важные персонажи или напротив абсолютно неважные, но еще и эдакие серые кардиналы, появляющиеся в маленьких эпизодах или зарисовках героя, которые тем не менее вбиваются в память и своим присутствием создают воспоминания об играх серии немного глубже. В сегодняшнем видео речь пойдет о Колине Мориарти, одном из самых незаслуженно позабытом героя третьей части Fallout, потому что он собственно и не герой никакой. Это самый обычный барыг, который привык идти по головам, однако имеющий какие-никакие... Эмм... я извиняюсь... понятия. Встречает его главный герой в Мегатоне и собственно там его в последний раз и увидят. Но сегодня я бы хотел обсудить с вами, насколько этот персонаж может считаться плохим. Но давайте обо всем по порядку, а на очереди у нас вообще-то традиционный вопрос. В каком году отец главного героя пришел в 101-е убежище и зачем? Ответы оставляйте в комментариях под этим видео и конечно же не забывайте ставить ваши ядер лайки, подписываться на канал и теребить колокольчик. Приятного просмотра! Итак, Колин Мориарти, кто же он такой? Это человек с невероятно высоким ЧСВ, ведь все свое имущество в виде салуна он назвал в свою же честь. Колин Мориарти, всегда рад видеть новые лица. Боюсь, тебе посчастливилось застать меня в не совсем привычном окружении. Видишь ли, я владелец салуна Мориарти. Прошу, посмотри своими глазами. Зайди и пропусти стаканчик или дюжину. Уверен, мы с тобой легко подружимся. Колину 50 лет, сколько он и живет в этом месте. Он уверяет главного героя, что это его дед помогал ему строить мегатонну из обломков самолета сразу после падения бомб. Отец же Колина каким-то образом смог наладить торговые маршруты в ближайшие поселения, из-за чего скопил небольшое состояние, которое Мориарти и унаследовал. Но это было нелегко, ведь мальчику было всего 14 лет. Но несмотря на такой юный возраст, его первым же решением после смерти отца, убитого рейдером, было обнесение мегатонны огромной стеной. Тогда и сейчас люди смотрят на Мориарти как на настоящего героя, однако его настоящая же натура это продажа алкоголя и, разумеется, Колин еще и сутенер. В его баре тусуется Нова, которая обслуживает клиентов, а за барной стойкой стоит Харри, которого Мориарти купил у работорговцев. Несмотря ни на что, Лукас Сим закрывает на деятельность Мориарти глаза, хотя тот особо ничего и не скрывает. И даже когда ему необходимо выбить из кого-нибудь долги, то он не делает ничего сам. Он даже не использует для этого одного из своих людей. Он нанимает со стороны. Вот, например, главного героя третьей части. Когда Мориарти узнает, что перед ним парень, который ищет своего отца из убежища, то сразу же поймет, кто перед ним стоит. О боже, это ты! Как вырос наш маленький мальчик. Настырный маленький поганец, да? И тогда, и сдается мне теперь. Прошло много времени, малыш. О да, твой папаша проходил мимо. Был, да сплыл. Получил то, зачем он приходил и ушел. Ты, как я понимаю, сделаешь то же самое, верно? Именно из этого разговора, несмотря на то, что намеки были и раньше, главный герой узнает, что он с отцом не были рождены в убежище 101. Однако это вопрос десятый. Сейчас нужно отыскать отца. И, конечно же, если быть острым на язык человеком с хорошим красноречием, который сможет легко прикинуться, будто и так все знал, но просто шутит над Мориарти, то Колин поймет, что перед ним не какой-то простак, и выложит все как есть про отца главного героя. Правда? Ну, мы были знакомы совсем недолго, но обычно тут всегда так. Когда люди сближаются, остальное ничего не значит, верно? Ну, он заходил сюда, но уже ушел. Мне, правда, очень жаль. Но, может, ты успеешь его догнать? Он направлялся на юго-восток, в город. Сказал, что ему нужна информация от тех психов на станции. Ну, знаешь, станция новости галактики. Ну, это, то есть, то, что от нее осталось. Но если не обладать хорошим красноречием, то Колин, несмотря на свое же предупреждение, сам же воспользуется наивностью главного героя и пошлет его разбираться с должницей. Сильвер — обычная наркоманка, которая обитает в Спрингвилле, и разобраться с ней можно многими путями. Но, что важно, главный герой в этом квесте уже может поступить куда как хитрожопее, чем сам Колин Мориарти. Он может не только забрать все деньги у Сильвер, пообещав ей уладить разговор с Мориарти, но еще и самому Мориарти сказать, что все с Сильвера решено и, по сути, заработав на этом мини-задании неплохую такую сумму денег для старта. А, вот и ты опять. Ну что, просто жажда замучила? Или готов мне заплатить? Папочка сам по себе не отыщется. Да, Колин все равно поступит как настоящий урод. Но камон, игра предлагает самому игроку быть ублюдком, причем похлеще. И отсюда хочется сделать вывод, что на самом деле Колин не то чтобы плохой, не то чтобы хороший, он просто продукт своего времени. Так уж получилось, что его отец явно был тем еще барыга, и, конечно же, сынишку воспитал ровно таким же хитрожопом и скользким. Кроме того, складывается порой впечатление, что он все же какой-то простофиля. Если главный герой с хорошим красноречием наврет ему о том, что и так знает о рождении вне убежища 101, то тот охотно поверит во все и, разинув варюшку, выдаст все то, что знает про нашего отца. Хотя сам постоянно твердит, что информация — это товар. А если залезть к нему в терминал, то и вовсе становится понятно, что батя главного героя настолько в своих красноречиях преисполнился, что в легкую болтал Мориарти помочь ему с тем, чтобы пробраться в 101-е убежище, жить там поживать да добра наживать. Причем в информации не сказано ничего о том, чтобы Мориарти что-то досталось. Более того, в конце записи сказано, что Джеймс не из тех людей, кто любит просто так сорить крышками. Получается, Мориарти ничего из этой истории не поимел? Ну такое. А что вы думаете о персонаже Колина Мориарти? Насколько это аутентичный и интересный персонаж на ваш взгляд? Лично мне он всегда импонировал, потому что казался мне этаким Гизмно и Киллианом из первой части, только в одном лице. Но, разумеется, до харизмы тех двух ему очень и очень далеко. И тем не менее, я рад, что мы затронули этого героя и очень надеюсь, что будем дальше обсуждать его в комментариях. Все же, товарищ абсолютно позабыт игровым сообществом, что, как мне кажется, слегка незаслуженно. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте под ним ядер лайки, оставляйте для продвижения комментарии размером больше четырех слов, ну и, конечно же, подписывайтесь, дергайте колокольчик и все вот это вот. Кроме того, не забывайте о том, что у меня есть группа ВКонтакте, где тоже можно подписаться, чтобы не пропускать новые релизы, будь то ролики или стримы. Ну а впереди у нас еще очень и очень много интересного. Играйте в хорошие игры. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok